В категории 81 килограмма, это в синей форме капитан сборной России, восьмикратный чемпион России, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Евгений Макаренко, представитель Ханты-Мансийского автономного округа, заслуженный мастер спорта и его соперник в этом финале Артур Бетербиев. Он представляет Чеченскую Республику и Челябинскую область. Это, наверное, один из самых интересных поединков сегодняшнего финального дня соревнований. Но выдающийся боксер Макаренко, ну страна знает Макаренко, чемпион мира, чемпион Европы неоднократный, сильнейший боксер мира. И Бетербиев, вы знаете, пока Макаренко ушел в тень и болел, два года вообще не появлялся в сборной, не выходил на ринг. И появился Бетербиев, вернее он был, но он не был настолько, он был физически всегда очень силен, но не был подготовлен технически. За два года он делал резкий рывок вперед, стал чемпионом Европы, прибавил технически. И это конкурент номер один для Макаренко, вернулся Макаренко. То есть молодежь встречается со старшим поколением, будем так говорить. Молодость и опыт. Очень хорошие боксеры. Значит, теперь Димурзиева, вернее Бетербиева отвечает хорошая физическая подготовка, мощь ударов. А Евгения Макаренко это высочайшая техника. Высочайшая техника и просто безупречная очки. Артур Бетербиев накануне провел, может быть, самый эмоциональный и самый сложный полуфинальный поединок, которым он выиграл у Сергея Ковалева буквально на последних секундах четвертого раунда со счетом 25-24. Бой, весь бой, поединок будет проходить в таком русле. Бетербиев будет идти вперед. Это пока он двигается, а потом, когда начнет проигрывать, пойдет вперед и будет постараться подломать Макаренко. Макаренко верен себе. Широкий шаг в центр ринга. Великолепная передняя рука и на встречу справа. Вот смотрите, и на встречу справа. Бетербиеву нужно идти вперед, нужно захватывать инициативу и наносить и подломать Макаренко. Получится или не получится. Вот решат последние секунды этого поединка. Хорош Макаренко, хорош Макаренко. И после двухлетнего перерыва он доказал всем, что он в хорошей спортивной форме. Но святое место пусто не бывает. Это точно. Стоит исчезнуть на какое-то время, как появляются новые бойцы, новые боксеры, честолюбивые, готовые биться до конца и доказывать свое право выступать в составе сборной России, выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Ну что ж, задача у Артура Бетербиева сейчас удержать. Это достаточно большое преимущество. 2011 он ведет. Ну а Евгению Макаренко надо что-то уже предпринимать экстраординарное. Ну вот на данной секунде, на данной минуте этого поединка, я не думаю, что кто-то думает о том, что нужно удержать преимущество. Нет, бой он идет, и идет. И ничего здесь не меняется. Просто когда начинаешь об этом думать, это к добру не приводит, да? Это раз, а во-вторых, ну как вы себе представляете, ну ладно, играют шахматисты, они там понятно, время там идет. А здесь-то боксеры, тут все время в темпе все. В темпе. Тут некогда посмотреть на части там или на то, чтобы удержать свое преимущество. Соперник ставит новые задачи, нужно их выполнять, нужно навязывать свое. Вот то, что делает Бетербиев. А он что делает? Он по-любому идет вперед. Он просто идет вперед. И пытается подломать одиннадцать, двумя ударами. И постарается подойти ближе и нанести мощные акцентированные удары. Но он свежее еще и выглядит. Вы знаете, тут, мне думается, свежее. Наверное, свежее, но мне кажется, больше здесь, он лучше готов физически. Он просто вот от природы, вот на данном этапе он лучше готов физически. Я не говорю, что там дыхание у него лучше, или он там взрывается гораздо веселее. Просто он крепкий для себя, он по себе крепкий очень. А крепкий, ничего никого, никто его не столкнет. Последняя минута этого финала. И удара нет уже той свежести в ударах. Уже просто не бросает, а толкает Бетербиев немножко. Ну и Макаренко тоже не могу сказать, что он... Видите, он подпускает Бетербиева к себе близко. А ему ведь дистанция совсем другая. И он должен издалека расстреливать соперника, который идет на него. А он этого не делает, он устает. И вот опять же, это к недостаткам у сегодняшнего поединка Жени Макаренко. И усталки уже. Да, вот эту дистанцию мы видим, действительно ему не удается сохранить ее. И 25-15 и последние секунды этого финала. Артур Бетербиев выигрывает титул чемпиона России 2007 года. Артур, подъем, сразу подъем. Так, шансов никаких. Ну была борьба, был бокс, оба старались. Но на сегодняшний день, я думаю, Бетербиев не по классу, не по школе бокса, а просто по своим физическим танкам, по желанию сильнее Макаренко. Вот в этом поединке. Да, как ни странно, для него полуфинал был гораздо более сложным. Да, вот с Сергеем Ковалевым, который он выиграл буквально на последней секунде, может, килограммов. Победил он своего могучего и опытнейшего соперника. Великого соперника. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ